приветствую вас друзья на своем канале сегодня я решил приготовить для вас кисло-сладкий соус как-то недавно я делал тыквенный суп и там у меня присутствовал в равиоле я добавлял кисло-сладкий соус буквально одну чайную ложечку ну чтобы не быть голословным то есть чили зос или кисло-сладкий соус можно купить в магазине но можно также приготовить самому что я вам предлагаю чили соус я ем довольно часто употребляю его к различным продуктам и поэтому есть смысл его приготовить и хранить и у себя дома а как хранится он довольно долго приступим для приготовления кисло-сладкого соуса мне понадобится сахар уксус у меня трехпроцентный кукурузный крахмал ананас я взял консервированный одну паприку чеснок и чили количество всех ингредиентов вы найдете под моим видео для начала я отдам чили кипятком и оставлю какое-то время в кипятке в это время я почищу чеснок очищу паприку от кожуры но такие вот манером так очищенную паприку от кожуры я нарезаю такими небольшими кубиками не крупными так ну и ананас я нарежу точно также на небольшие кубики вот он такие так мой чили хвостики отрезаю нарезаю крупно и измельчаю вместе с чесноком при работе с чили возможно кому-то не повредить одеть перчатки но если вы этого не сделали то следите за тем чтобы вы своей рукой не прикоснулись к слизистым вашего тела глазам и прочему иначе будет неприятный эффект но это так на всякий случай так ну значит паприку свою сладкий перец очищенный я порезан на мелкие кубики ананас точно также я не взял весь ананас потому что он весь он мне не нужен остатки ананаса я дальнейшем использую для приготовления курицы я добавлю его в соус но это я так сделал я это снимать не буду это будет приватный обед чили я порезал часа почищу чеснок закину сюда и все измельчу и перечисление ингредиентов я забыл еще одну деталь соль и все тщательно перемалываю вот пюре у меня готово приготовленные ингредиенты отправляю все в кастрюлю к чили это паприка ананас сок ананаса значит я добавил в кастрюлю мою чили пасту добавил порезанный мелко сладкий перец ананас добавил ананас высок добавил уксуса добавил сахара и добавил воды и соли все это перемешал сейчас отправляю все это на конфорку и буду кипятить мой кисло-сладкий соус закипел и я дам ему повариться сейчас буквально 15 минут в общей сложности мой соус покипел при на маленькой температуре при закрытой крышке полчаса теперь я развел 15 грамм кукурузного крахмала холодной водой и заливаю в кипящий соус чтобы придать ему густоту и дам повариться соусу еще буквально пять минут чтобы крахмал весь выварился чтобы его вкус не присутствовал в соусе мой соус готов вот такая консистенция у него получилась а сейчас кажется что соус еще немного жидковат но на самом деле это не так когда он остынет вы увидите его консистенцию если вы посчитаете что вас соус наоборот стал более гуще чем хотелось что вы всегда из как вы знаете из моих предыдущих видео можете погружным блендером структуру крахмала изменить то есть ваш соус станет опять жидким принят первоначальную консистенцию в которой он был если вам понравилось это видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте ваши комментарии я буду очень рад а на этом я с вами прощаюсь и желаю вам приятного дня до новых встреч совсем забыл еще одно маленькое примечание после того как соус у вас остынет то хранить его предпочтительно в стеклянной посуде в холодильнике несмотря на то что в нем натуральные консерванты такие как сахар соль уксус тем не менее я рекомендую хранить в холодильнике вот теперь все до новых встреч и и и и и